Здравствуйте! Это время интервью на нашем канале. Меня зовут Евгений Талов. И сегодня у нас в гостях Фёдор Кирсанов, генеральный директор русской рыбопромышленной компании. Фёдор Васильевич, накануне состоялось открытие кадрового центра вашей компании. Расскажите, с чем было обусловлено такое решение? Это очень важное решение и важное событие в жизни нашей компании. По сути, это составной элемент нашей стратегии по созданию новой, современной, успешной рыбопроводственной компании. Компании нового формата. В чем заключается его основная функция? У этого центра несколько функций. В первую очередь, это создать комфортные условия для наших экипажей, начиная с первого общения, которое происходит на берегу. Не секрет, этому вопросу уделялось мало внимания. Условия, в которых происходили интервью, отбор, собеседование, поиск документов. Они происходили, так скажем, в не очень комфортных условиях. Мы пытаемся это изменить. Вернее, мы это изменили. Я вот вам аналогию приведу. У нас есть очень важный партнер, компания Сбербанк, уважаемая компания и банк в нашей стране. Вот вы помните, как пять лет назад вы приходили в их отделение и не хотелось там оставаться, хотелось оттуда побыстрее сбежать. Вот ровно то же самое. Мы внимательно посмотрели на процесс подбора, отбора нашего экипажа и увидели такую же тенденцию. Там не хочется быть. Так вот, мы специально посмотрели, что сделал Сбербанк и сделали, по сути, аналогию. То есть, к нам теперь приятно приходить. Там все автоматизировано. То есть, не надо стоять в очередях. Нужно просто ждать своей очереди, взять электронный талончик и ожидать своей очереди. Пока вы ожидаете, вы вводите свои данные в компьютер для того, чтобы потом не терять это время. Поэтому, на мой взгляд, это шаг лицом к нашему основному активу, каким являются, безусловно, экипажи судов. Ну, как я понимаю, это практически формат единого окна. Оформить документы, устроиться на работу в данном случае максимально просто. Евгений, очень в точку вы сказали, вот это именно единое окно. То есть, человек приходит туда и он, надеюсь, если квалифицирован, мотивирован, он остается с нами и приходит к нам на работу. То есть, все вопросы решаются в одном месте. Вам не надо ехать за медсправками, медкомиссия уже там. Вам не надо ехать, общаться с профильными специалистами, находящимися в другой части города. Они там, либо мы найдем способ, как пообщаться. Вам нужно пройти и сдать экзамены. У нас стоят специальные компьютеры с специальными базами, программами, где вы сдаете эти экзамены. То есть, задача, чтобы человек пришел и максимально быстро, комфортно принял решение о трудосустройстве в нашей компании. Все эти процессы, они автоматизированы. То есть, мы минимизировали количество бумаги, за исключением той, которая положена по законодательству, где требуется действительно живая подпись человека. То есть, все это сделано в информационных современных системах. Федор Васильевич, расскажите, какие инвестиционные проекты сейчас реализует русская рыбопомышленная компания? Это наша гордость. Мне кажется, мы здесь являемся локомотивом. И приятно, когда нас так называют. Мы реализуем несколько инвестпроектов. Один из знаковых проектов – это строительство серии супертраулеров. Он реализуется в России, в Санкт-Петербурге, на верфи под названием Адмиратейские верфи. В настоящий момент мы строим шесть супертраулеров. Еще три или четыре мы подали заявку, и в ближайшее время вместе с регулятором определимся по результатам акциона, будем ли мы их строить. Но мы намерены решительно их построить и таким образом довести серию до десяти судов. Это будет самая большая в мире серия супертраулеров. На новых судах мы реализуем несколько вещей. В первую очередь, мы строим самую современную фабрику по переработке. Что это позволяет сделать? Это позволяет, во-первых, эффективно, то есть с минимальными затратами, производить продукцию с добавленной стоимостью. А если это продукция с добавленной стоимостью, значит, экипаж может зарабатывать. Если он может зарабатывать, значит, мы будем привлекать лучших специалистов. Кроме этого, эти, безусловно, суда будут новые. Новые – это надежность, безопасность. Про комфорт я уже не говорю. По сути, каюты этих судов будут оснащены по уровню четырехзвездочного отеля. Поэтому мы создаем, притягиваем этими инвестициями, этими современными судами профессионалов, которые хотят в отрасли работать на ближайшие 20-30 лет. Но, безусловно, будем предъявлять критерии и требования совершенно другого качества. Говоря о рабочих местах в отрасли, рыболовецкой, рыбопромышленной, мы понимаем, что сейчас наблюдается дефицит кадров. И отчасти, наверное, обусловлено это тем, что условия работы тяжелые и работы весьма опасные. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Однозначно. Дефицит в отрасли очень большой. И он, наверное, последние годы только нарастает. И наша задача вместе с партнерами, в первую очередь с ВУЗами, этот тренд развернуть. Одным из элементов является, безусловно, строительство нового флота. Второе – привлечение путем изменения системы мотивации. Как вы знаете, мы в этом году существенно поменяли схему примирования. Она напрямую теперь зависит от объема вылова и произведенной продукции. И она прогрессивная. Я надеюсь, что уже экипажи, которые в ближайшее время начнут списываться на берег по результатам сезона, это оценят. И мы будем действительно не просто на уровне, а выше многих других. Это тоже фактор привлечения. Но отрасль давно не видела новых судов. Она менее привлекательная, чем торговые суда. И поэтому все профильные ВУЗы, дали репутацию с МГУ, именно Невельского, к сожалению, люди учатся на нашей специальности, но в последний момент уходят в другие отрасли. И нам эту тенденцию надо переломить. Состоялась встреча с его ректором. Мы наметили план работы для того, чтобы уже со второго курса заниматься кадрами, для того, чтобы их формировать на правильном уровне, с профессиональными навыками, мотивировать их и чтобы они оставались в отрасли. Это очень важная задача. Кроме того, до прихода новых судов мы реализуем комплексную программу повышения промбезопасности. Вы отметили о том, что работа в море опасна. Она действительно опасна. Она опасна и трудна. Мы это понимаем. И мы внедряем целый комплекс мер для того, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников. Это специальные термокостюмы. Они обеспечивают порядка 30 минут возможности выживания в холодной воде, спасения от гипотермии, пока человека смогут найти и спасти. Мы покупаем специальные оснащения, которые позволяют людям пристегиваться к бортам судов, чтобы в шторм не выпасть. Мы покупаем новые оборудования, элементы, маячки, шлюпки специальные. То есть мы инвестируем уже сейчас для того, чтобы обеспечить нулевой уровень травматизма на наших судах. И это тоже, мне кажется, тяжелая, кропотливая работа, но она отличает нас от многих других компаний. Федор Васильевич, а какие проекты по привлечению персонала и специалистов высокого класса осуществляются в нашем регионе? У нас есть один проект, очень знаковый, мне кажется, и для края, и для нашей компании, и для отрасли в целом. Это строительство нового берегового завода по переработке Ментая. Завод строится недалеко от Владивостока, в Тор, в Надеждинское. Завод будет современным, мощным. Мы уже не просто приступили к строительству, мы находимся в активной фазе реализации этого проекта. Стройка спорится, все у нас получается. Я уверен, что мы привлечем порядка 300-500 новых сотрудников, работников для этого завода. В мае начинается новый сезон. Как идет подготовка? Активно. Мы ждем профессиональных, мотивированных людей. И у нас несколько новостей. Первое, это тот самый кадровый центр, который мы открыли. Приходите, оцените по достоинству. Я надеюсь, что вам будет комфортно и удобно в этом центре. Второе, открываем программу привлечения на наши строящиеся суда. То есть мы, по сути, объявляем потенциальных кандидатов для работы на новом судне. Первое новое судно приходит уже в конце следующего года, и мы начинаем искать первый и второй экипаж. Поэтому желающие, приходите, обозначайтесь, и мы, безусловно, оценим вас. Но понимаете, что работа на этом судне будет требовать совершенно другой квалификации. Это люди, которые не пугаются айпадов. Это люди, которые готовы работать в современной ИТ-инфраструктуре, потому что это пароходы другого поколения, современные. Там все автоматизировано и информатизировано. Поэтому английский язык, базовая грамотность ИТ – это обязательные условия для работы на этих судах. Поэтому этот второй элемент мы открываем. Третье, как я сказал, мы существенно пересмотрели систему мотивации. Я надеюсь, что все ее останутся довольны, и мы в этом году будем точно лучше рынка. И я думаю, что это основополагающий фактор для принятия решения работы у нас. Я невольно смело так употребил термины «сезон А». Возможно, многие зрители не знают, что такое. Можно кратко пояснить, как формируется сезонность работы в этой отрасли? Действительно, мы в основном ловим ментай и селедку. И для ментая характерен, так называемый, самый активный сезон. Мы его называем в отрасли «сезон А». Он длится 99 дней, начиная с 1 января по 10 апреля. Это активный лов ментая, когда рыба в большом количестве присутствует. Ее безопасно вылавливать. То есть, что значит безопасно? Это значит без ущерба к будущим поколениям этой рыбы. Соответственно, это самый активный сезон. Он, по сути, составляет порядка 40, а может 50% всего улова за год. Поэтому этот сезон благополучно через несколько дней заканчивается. Я ответственно заявляю, что мы этот год и этот сезон успешно заканчиваем с перевыполнением плана. Это не может не радовать, не радовать как экипаж, так и компанию. Поэтому, да, сезон заканчивается. И потихонечку суда заходят на промежуточный ремонт. Эти ремонты будут происходить летом. И дальше они отправляются в так называемый сезон Б. Это уже Берингово море, не Охотское, где они доработают до конца года. Мы уже начали говорить о том, что в 2020 году в распоряжении русской рыбопроводительной компании поступают новые суда, супертравлеры. И также начали говорить о том, что эта работа будет связана с повышенным уровнем квалификации, скажем так. Современные технологии приходят во все сферы. Можно же сказать, как вы готовите людей к работе с новым оборудованием и новыми судами? Ну, готовить мы начинаем, вот, как я сказал, открываем эту программу. Будем для тех людей, которые мы выберем, безусловно, мы будем очень избирательны, кто пойдет на этих судах. Мы будем представить ряд курсов, как общего уровня, то есть английский язык, какие-то технологии, умение решать проблемы и так далее, так и профессиональный. У нас со всеми поставщиками ключевого оборудования подписаны контракты об обучении. Соответственно, все специалисты будут направлены на профильное обучение у производителей. Кроме того, принимающая команда или первая команда, первый экипаж будет несколько месяцев находиться на верфи, где строится это суда, для того, чтобы принимать это оборудование, вместе ознакомливаться и вместе пусконаладить и пускать это оборудование. Поэтому это, наверное, самое хорошее мерило, это практическим опытом, практическим путем осваивать новые суда. Также, насколько я знаю, в компании действует программа закрепления ключевых специалистов. Расскажите, какие преференции она дает и в чем ее суть заключается? Действительно, у нас есть такая программа, она действует несколько лет. Это в ручном режиме выбранные самые лучшие наши члены экипажа, сотрудники, работники, начиная от капитана, кончая механиками ТО. Это порядка 70 человек сейчас. Это люди, которые работают на постоянном трудном договоре, все время получают зарплату у нас, даже когда они не в море. Это раз. Второе, они получают определенный набор преференций или льгот. Мы оплачиваем либо поездку на отдых, либо медицинское лечение, либо другие преференции. Но сейчас мы запускаем дополнительную опцию, которой они могут воспользоваться. Это субсидирование процентной ставки по ипотеке, которая состоит порядка 2%. Поэтому для тех, кто интересуется, для тех, кто хочет работать с нами, кто хочет работать долго и уже на новых судах, это, безусловно, такая хорошая цель. Но мы верем и не всех туда, только лучших. И сразу возникает вопрос. Преференции действительно значительные, программа интересная. Что нужно сделать, чтобы стать ключевым специалистом русской аэропромышленной компании? Хорошо потрудиться это в первую очередь. Действительно нужно выполнить план. Быть адекватным, конструктивным в работе со своими коллегами и руководством на пароходе. Соответственно, есть комиссия, которая каждого человека, представленного ключевыми людьми судна, рассматривает. Рассматривает компетенции, рассматривает потенциал, оценивает. Оценивает текущие результаты, оценивает перспективные возможности. И уже на основе этих многочисленных критерий принимает решение о включении человека в эту программу. Подводя итог нашей беседы, можно услышать ваше мнение. Как думаете, является ли грядущий сезон перспективным для отрасли? И действительно ли возникнет желание у большого количества людей участвовать в этой работе? Сезон у нас на самом деле достаточно непростой. Несмотря на то, что сезон неплохой, мы видим достаточно тяжелый сезон. Но это не значит, что будет плохо. Это значит, что придется все вместе поработать. И для этого, безусловно, мы рассчитываем, что нам придут профессионалы, с которыми приятно и комфортно работать. А мы обеспечим должный уровень компенсации, заплаты и мотивации этого персонала. Поэтому я обращаюсь ко всем. Добро пожаловать. Приходите к нам в новый кадровый центр. Посмотрите сами, убедитесь. И выходите в море. А по результатам, я думаю, что вы не пожалеете, когда получите соответствующую компенсацию за ваш профессиональный, подчеркиваю, труд. Спасибо, Федор Васильевич. Это было время интервью на нашем телеканале. Я напомню, что у меня в гостях был Федор Кирсанов, генеральный директор русской рыбопромышленной компании. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова